Чтобы увидеть мир во всем его великолепии, этим людям недостаточно оглянуться вокруг. Каждый новый день они встречаются с опаской. Шум воды, незнакомые люди, новые предметы. Все это может вызвать панику у аутистов. Существует несколько методов лечения этой болезни. Подробнее об одном из них в нашем следующем сюжете. Знакомьтесь, это Цезарь. Самый упрямый, своенравный конь Чувашской школы ипотерапии. Однако именно к нему дети с особенностями развития тянутся больше всего. Ипотерапия считается одним из лучших способов социализации людей, страдающих аутизмом. На сегодняшний момент у нас занимаются детки, у которых стоит задача работы с опорно-двигательным аппаратом и поработать с психоэмоциональным состоянием. Это уже многолетняя, многовековая практика. Все волшебство заключается в тех импульсах, которые исходят от лошадки. Лошадь становится связующим звеном между аутистом и окружающей реальностью. Во время занятий аутист остается внутри своего безопасного и привычного мира. Но в то же время вынужден взаимодействовать с окружением. Первые результаты Елена заметила уже через месяц после занятий. Однако для закрепления результата понадобился еще год совместной с апотерапевтом работы. В прошлом году как раз мой сын пошел в первый класс, и он очень был неусидчив на уроках. Но после того, как мы на лошадке стали кататься, у нас даже, знаете, пошло на улучшение. Более усидчив стал на уроках. Учителя заметили, что Миша стал спокойнее. И самому ребенку очень понравилось кататься на лошади. Начали писать буквы. Буквы стали ровные. Если раньше мы могли одну букву на целую страницу, а четыре написать, то после, я считаю, после ипотерапии у нас буковки стали уже ровненькие. И только такие, какие нужны по размеру. На сеансе ипотерапии приходят и совсем взрослые люди с умственными и физическими отклонениями. Конечно, верховая езда не способна полностью заменить медицинское лечение. Однако она помогает значительно улучшить качество жизни инвалида. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова